В селе Тельвиска приступили к строительству нового телятника на 700 голов. Завершить работу на объекте подрядчик планируют осенью следующего года. Заказчиком строительства является Ненецкая агропромышленная компания. Сегодня руководитель предприятия Анатолий Чудочин и губернатор округа Игорь Кошин посетили строящийся объект. С ними отправилась и наша съемочная группа. Сегодня в телятнике села Тельвиска содержится чуть более 350 голов крупного рогатого скота. Телята живут здесь круглогодично, взрослые стадо привозят на лето. А беспокойность руководства Ненецкая агропромышленная компания вызывает само здание, в котором содержит молодняк. Ему более 40 лет, обветшалое строение наладом дышит, поэтому было принято решение строить новое. Новый телятник в селе Тельвиска появится совсем недалеко от старого здания. Сейчас строители приступили к земляным работам, идет подготовка к заливке фундамента. Согласно проектной документации, новое здание телятника для самого крупного животнооческого комплекса Ненецкого округа позволит разместить 700 голов крупного рогатого скота. Директор Ненецкой агропромышленной компании Анатолий Чудочин показывает главе региона территорию застройки. По замыслу руководителя предприятия, объект будет состоять из двух корпусов с помещениями для зоотехников и ветеринаров. Вот здесь будет стоять этот корпус больше, чем торт. Здесь будет стоять только молодняк, то есть телятки эти все, соединительный коридор. Во втором корпусе мы ставим ряд метелей и 100 голов. Возведением объекта занимается компания «Стройэлектро» из города Саранск. Как отметил представитель подрядной организации, к заливке фундамента под первый корпус рабочие уже приступили. Вчера была залита первая полоса основы будущей конструкции, а в течение недели подрядчик планирует залить фундаменты и параллельно приступить к установке каркаса. Здесь будет каркас ЛСТК оцинкованный, который проходит все климатические нормы, обшитый сэндвич-панелями, пир, то есть не горючие они. По словам представителя подрядчика, на следующей неделе рабочие начнут осыпку территории под второй корпус телятника. Подрядчик уверяет, зимой объект простаивать не будет. Все необходимые материалы завезут в Телевиску во время навигации. Все материалы по нашим планам должны быть завезены в сентябре, пока открыта навигация. А потом, в принципе, я уже зависеть не буду, у меня будет все на объекте. И до морозов у меня 100% будет залита плита монолитная, а дальше уже морозы мне не страшны. То есть каркас, сэндвич-панель я могу до минус 20 монтировать смело. Нет у подрядчика и проблем с техникой. Сейчас на объекте работает бетономешалка и грейдер. При необходимости привлекают силы и средства индивидуального предпринимателя Александра Колыбина, который в настоящее время занимается строительством школы в Телевиске. Что касается сроков завершить работу на объекте, подрядчик должен к концу октября 2018 года. По словам Анатолия Чудочина, строительство обойдется предприятию в 92 миллиона рублей. При начальной цене аукциона 112 миллионов. Объект имеет три источника финансирования – субсидии, собственные и кредитные средства. Мы перестроили саму систему взаимоотношения государства с компаниями агропромышленного комплекса и дали им возможность самостоятельно заказывать эти объекты. Вот это важно. Мы перестроили систему. И сегодня эта система дает положительный эффект. Убойный пункт ленивоческого хозяйства Пути Лича – это была самая первая ласточка. Когда за в два раза меньшие деньги хозяйство построило себе производственный объект. Такое, какое нужно хозяйству, само построило, само контролировало процесс стройки. И, соответственно, нет претензий ни по качеству, ни по его дальнейшей эксплуатации. Телятник поможет компании увеличить дойное стадо на 100 голов. Это, в свою очередь, позволит предприятию производить в сутки дополнительно 8 тонн сырого молока. Такого объема хватит, чтобы полностью обеспечивать молоком и молочной продукцией жителей Наринмара. Сейчас эти телята содержатся на старой ферме и с нетерпением ждут строительства нового здания телятника. Там для них будут созданы благоприятные условия для содержания. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.